Добрый день! В эфире третий, внеочередной выпуск программы «Не верю». Сейчас самый разгар лета, и наши ведущие Адам и Ева на каникулах отдыхают. Но здесь, в лагере «Голубая долина», на берегу Черного моря, собралось много детей, которые захотели продолжить начатое нашими юными следопытами дело. И поэтому третий выпуск программы «Не верю» будем вести мы, Маша и Медведь. Меня вообще-то Семеном зовут. Прошу прощения, Маша и Медведь по прозвищу Семен. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько репортажей, подготовленных ребятами из разных отрядов. Напомним, что наша программа разоблачает различные мифы, легенды и массовые заблуждения. И первыми разоблачителями будет команда юных журналистов из Кировской области. Здравствуйте, меня зовут Вика. А меня Рита. И это программа «Не верю». Наша малая родина – Кировская область. Даже там можно найти и размечать огромное количество интересных мифов. Рита, ты помнишь такую пословицу? Готовься не лето, а телегу зимой. Естественно. Ну что ж, у тебя готовы валенки к лету? Валенки летом. Зачем? У нас в Кировской области есть обычай хранить помидоры в валенках. Не верю. Помидоры в валенках. Для чего? Ну и зря и не веришь. Неужели ты не знаешь старинную традицию наших бабушек? Нет, не знаю. Тогда слушай. Кировскую область называют краем вечно зеленых помидор. Просто у нас мало солнца, и они не дозревают на ветках. Поэтому еще зелеными мы их срываем и кладем в валенки. Там они уже спокойно и дозревают. Ну что ж, теперь веришь? Теперь верю. Вот так был разоблачен первый миф. О том, что валенки полезны только зимой, когда на улице холодно. Следующий репортаж, который мы увидим, подготовили ребята из Нижегородской области. Они живут в небольшом городке со вкусным названием Навашино. Им слово. Говорят, что рожденный ползать летать не может. Это в полной мере относится к классу присмыкающихся. Ну, это всякие там змеи, ящерицы, черепахи. Любой школьник скажет вам, что летать они не умеют. Только школьники из города Навашино с этим не согласны. Они могут заставить полететь даже черепаху. Ну, а змеи у них летают круглый год. Но шутки шутками, а если серьезно, есть такой вид присмыкающихся, которые умеют летать, а точнее, планировать. Они называются агамы или летучие драконы. Это легендарные ящерицы, которые водятся в Юго-Восточной Азии и живут на верхушках деревьев. Там они подкарауливают разных жучков, бабочек, мотыльков. И когда тени осторожно пролетают мимо, драконы прыгают, ловят свою добычу на лету и планируют на соседнее дерево. В полете они могут преодолевать до 30 метров. Так что не все рожденные ползать не умеют летать. Маша, а ты никогда не хотела научиться летать? Когда была маленькая, очень хотела. И даже много раз летала. По сне. С кровати на пол, что ли? Очень смешно. Да ничего смешного. Я вот, например, летал со второй полки в поезде. И не раз. И как ощущения? Больно. А мне вот почему-то очень жалко домашних птиц, которые не умеют по-настоящему летать. Ага. Представляю себе стаю летящих над городом индюков. Прикольное зрелище было бы. Не знаю. У нас в Ярославле индюки не водятся. Это ведь теплолюбивая птица. Но это еще вопрос, где водятся индюки. Тут нужно обратиться к специалистам. А у нас есть такой специалист. Он приехал в Голубую долину из Татарстана. Бытует твердое мнение, что арбузы, дыни и виноград выращиваются в южных регионах. Там же благоприятные условия для разведения индюшат. Наш Сайдаш опроверг этот стереотип и на деле доказывает, что в средней полосе России можно выращивать как бахчевые культуры, так и избалованную теплом индюшку. Как это вам удается, Сайдаш? Для того, чтобы вырастить здоровых индюшек, нужно много огороженного места и часто выгуливать их. А с двухмесячного возраста можно оставлять на улице на весь день, загоняя под крышу только на ночь. К этому времени птицы привыкают к месту и у них вырастает густое оперение. Им хватает своего тепла. А выращивать арбузы и дыни легче. В марте высаживаем семена в горшочек и когда наступают теплые дни, выносим горшочки в теплицу. А уже в июне высаживаем в грунт. А когда зацветают бахчевые, оставляем 2-3 цветка на густе. Так они вырастают большими и вкусными. Климатические условия не главные. Главное терпение и старание. И у вас все получится. Маша, а ты умеешь выбирать арбузы? Умею. Надо опустить арбуз в ведро с водой. Неспелый утонет, а спелый будет плавать. Замечательный способ. Представляю себе, как все станут ходить на рынок за арбузами с ведрами. Неудобно, конечно, зато надежно. Ты знаешь, у нас как-то очень ловко получилось перейти к следующему репортажу. Который сделала команда из республики Мариэл? Да, да, тот самый. Смотрим. Смотрим. Дорогие друзья, кто из вас не кидал в воду камешки? И не запускал кораблики. И никого не удивляет, что камешки в воде тонут, а кораблики нет. Но вот вопрос. Если, к примеру, баржа, нагруженная картошкой, потерпит крушение, утонет ли вместе с ней картошка или всплывет? Любая хозяйка вам, конечно, скажет, утонет. И будет, в принципе, права. Картошка в воде тонет. Тонет, но не всегда. Эта картошка почему-то не захотела тонуть. Почему же? Да потому что вода эта необычная, а соленая, сильно соленая. Так что если баржа с картошкой будет тонуть в озере или в реке, то картошка утонет вместе с ней. А вот если баржа будет тонуть в море, то картошка не пропадет. А вот я знал этот фокус и раньше. Какой же это фокус, Семен? Это аж физика, обыкновенная физика. Маша, а ты что, в физике разбираешься? Конечно, не так хорошо, как в истории. Ага, намек понял. Следующий репортаж исторический. А ты догадливая, однако. Да, следующий репортаж будет исторический. И подготовила его наша ярославская делегация. Сегодня любая девушка мечтает иметь красивые, ровные и, главное, белоснежные зубы. Для этого десятки фирм выпускают самые разные отбеливающие зубные пасты. Но так было не всегда. 200 лет назад на Руси женихи, выбирая себе невест, обращали внимание совсем на другое. Главным считалось богатство будущей супруги. А символом этого самого богатства в те времена был сахар. И поэтому купеческие дочки перед приходом женихов специально чернили себе зубы. Таким образом они хотели показать, что едят много сладкого. В общем, путь к сердцу мужчины лежал не через ослепительную белоснежную улыбку, а совсем наоборот. Да, этот сюжет перед сном лучше не показывать. А то еще приснится такая невеста. И захочет тебя поцеловать. Да-да, вот именно. А вот, кстати, про сон. Отличная тема для репортажа. Совершенно верно. Именно такой репортаж сделали ребята из Омска. Очень оригинальный репортаж получился. Сейчас 2 часа дня. Огняка, доброе утро. Все считают, что человек должен спать ночью, но кого-то днем. Но это не так. Человек – животное ночное. И умственная деятельность в среднем ночью выше, чем днем. Для того, чтобы разобраться попробнее, давайте обратимся к нашему корреспонденту. Здравствуйте. Сейчас 3 часа ночи по московскому времени. И мы ведем свой репортаж из лаборатории компании Омский феросправ. И сейчас здесь происходит что-то интересное. Здравствуйте, житель. Чем вы занимаетесь? Отстаньте, я работаю! Товарищ, товарищ, что вы такой? Не мешайте программисту работать. Кто вы? Я репортер и хотел взять у них интервью и спросить, почему же они работают ночью. Здравствуйте. Ну, на самом деле, они работают потому, что мы пытались заставить их работать днем, но у нас ничего не вышло. Вместо того, чтобы работать, они сидят в социальных сетях, общаются с друзьями, играют в компьютерные игры и смотрят на котей в Ютубе. После этого мы подумали, что зачем им работать днем и оставили их работать ночью. Производительность возросла на 200%. Они настолько были рады тому, что они могут работать ночью и не видеть людей, что они отказались от зарплаты, она им стала не нужна. Теперь они работают за еду. Но, вы знаете, на самом деле, это придумали не мы. Пример был взят с великих людей, которые любили работать ночью, потому что человек ночью намного лучше думает. Спасибо. Это был очень интересный рассказ. И я действительно замечал за собой то, что ночью я работаю гораздо лучше и продуктивнее. И я действительно хотел бы работать ночью. Скажите, а может быть вы хотите работать с нами в одной команде, как вот эти программисты? Это было бы очень хорошо. Вы знаете, у нас есть вакантная должность. Смотрите. Присаживайтесь, занимайтесь, работайте. Что ж, это... Пожалуй, я соглашусь на это предложение. И сегодня я заканчиваю свою карьеру телеведущего и ухожу в компанию Омский феросплав. Я, кстати, не раз слышал, что великие люди мало спали. На то они и великие. Маша, а тебе нравится Алия Слава в нашем лагере? Очень нравится. И я думаю, она будет еще пополняться. Ведь в России столько много великих людей. Но и мифов, связанных с ними, немало. И о некоторых из них мы узнаем прямо сейчас из репортажа команды Умки. Мы специальные корреспонденты программы «Не верю в Ульф Михаил» и Юлия Клюкина. И в данный момент мы прогуливаемся по Аллее Славы в Федеральном детском центре «Смена». Миша, смотри, это же Кутузов Михаил Иларионович. Многие говорят, что он потерял глаз в войне 1812 года. А уж этому я никак не могу поверить. Многие исторические факты подтверждают, что Михаил Иларионович получил свое ранение во время осады турецкой крепости Очаков в августе 1788 года. Однако он нормально видел, и лишь только спустя 17 лет он стал жаловаться на свой правый глаз. Слушай, а ведь вот именно так и пришла в голову мысль Исаку Ньютону о законе всемирного тяготения. Ну, тут я с тобой не соглашусь. Ты знаешь, история об Исаке Ньютоне и упавшем на его голову яблоки известна каждому. С детства принято считать, что именно так великий ученый открыл закон всемирного тяготения. Что удивительно, Ньютон, сам того не подозревать, частично подтвердил эту версию. Хотя в его легенде все обошлось без травм головы и неожиданных прозрений. Главной работой Ньютона были математические начала натуральной философии, вышедшие в 1687 году. Именно в этой книге описан закон всемирного тяготения и вообще все законы механики, которые открыл Ньютон. Что удивительно, Ньютон не торопился издавать свою книгу. И если бы не уговоры Эдмунда Галлея, то неизвестно, когда бы вышли начало. Разговор о неторопливости Ньютона здесь значит не случайно. С момента размышлений о всемирном тяготении до издания начал прошло чуть более 20 лет. И все это время Ньютон разрабатывал новые законы физики и проверял их на практике. На этом все. С вами были специальные корреспонденты программы «Не верю в Ульф Михаил» и Юлия Клюкина. Маша, мы вот делаем телепередачу. А ты знаешь, без чего невозможно телевидение? Знаю. Без телевизора. А еще? А еще без ведущих. Ну вот разве получилось бы хорошая передача без Маши и Медведя Семы? Без Семы вряд ли. А вот без хвостунь и Маши запросто. И кто еще после этого хвостун? Ладно, не будем ссориться. Я просто хотел сказать, что телевидение невозможно без телепередатчиков, которые обычно располагаются на высоких вышках. Это типа Останкинской башни? Да, типа Останкинской. А вообще, репортаж о телебашнях подготовила пятигорская команда «Нетвокерс». Высота. А какое это имеет значение? Для телевышек это качество играет ключевую роль. И поэтому, начиная с первой парижской телебашни, строители мира пытаются переплюнуть друг друга. В этом соревновании принял участие и Советский Союз, в котором была построена Останкинская телевышка. Ее высота 540 метров. Самый последний рекорд в этой гонке – это японская телебашня «Небесное дерево» – Sky Tree. Ее высота 634 метра. В списке самых высоких телебашен мира вы не найдете нашу пятигорскую телевышку, которая стоит на горе Машук. Но с точки зрения абсолютной высоты, с учетом расположения над уровнем моря, именно она станет безусловным лидером. Высота горы – 996 метров. Высота вышки – 110 метров. Таким образом, общая высота над уровнем моря – 1 километр – 119 метров. Ну а теперь сделаем вывод. Можно увидеть другой результат, посмотрев с другой точки зрения. На этом наш третий вне очередной выпуск программы «Не верю» заканчивается. Присылайте нам свои репортажи, ведь это так здорово – делать что-то сообща всем миром. Ну а мы прощаемся с вами. Программу провели Маша. И Семен. До новых встреч в эфире. Пока.